Мы все спешим И как было бы прекрасно возвращаться под крышу дома своего, когда погода в нем располагает. В чем не позавидуешь жильцам дома на улице Андреева 1. Ведь спрятаться и скрыться от дождя в собственном жилище они не могут. Сильные дожди, прошедшие в нашем городе, на прошлой неделе обнажили одну из самых болезненных проблем – текущие крыши. В этом году весна выдалась урожайной. Валентина Ефименко в ночь с 11 по 12 мая собрала в собственной квартире 20 ведер воды. Я спала. Просыпаешься, я думала, дождь идет за окном. Но когда почувствовала, что на пол, я как включила свет, здесь ужас тихий. В этом тихом ужасе было не до сна. Все силы женщина бросила на защиту своего имущества. Чтобы не допустить квартирного потопа, Валентина Иосифовна меняла одну емкость за другой. Однако смягчить последствия ливня ей не удалось. Потолок пошел волной, на стене расползлись большие желтые пятна. После такого душа отлетела штукатурка. Вот там, вот таз и вот здесь. Вот даже штору сорвало. Вот три вот этих. И в общем становись и купайся здесь было. Если бы теплая вода была, то я встала, помылась. Чтобы влага не достала до проводки, свет в комнате одинокая женщина не включает. А вот в квартире номер 12 в зале свет погас сам. Натяжной потолок провис от воды, под давлением люстра обрушилась на пол. На фотографии видно, как подвесная конструкция опустилась до уровня люстры. На потолке появился огромный пузырь. Благодаря тому, что у меня мужчины, вот брат, зять, муж, вот сидели там на крыше, вот железки там эти подкладывали. Он там и на это там жестянки были какие-то, он таскал там, и ведра мы подкладывали, и что только он там не подбивал в эти дырки. Там прям дырки были, да? Да, дырки. Оно течет там. Там ручьем течет. Для справки, в 2010 году в Ахтуберске проводилась большая работа по капитальному ремонту. За счет средств федерального бюджета при софинансировании муниципалитета и собственников была произведена замена верхней части построек. В этом доме ремонт кровли был произведен в том числе. Правда, крыша испытания на прочность не выдержала. Не выдержали и жильцы, проживающие по этому адресу. Собственники жилья обратились за помощью в управляющую компанию, с чьей стороны последовал весьма логичный ответ. Они сказали, что мы в дождь придем. Мы не придем в дождь. Надежды жильцы не теряли и ждали. Прошел день, другой. Вместо ожидаемой помощи на дом с неба вновь обрушились осадки. Потерпите до понедельника. Вот я до вчера терпела, таскала ведра. Все, холодно, окно не могу открыть. Холодно. Закрою, я задыхаюсь. Больной ревматоидным артритом 75-летней женщине находиться в сыром помещении противопоказано. Не в силах терпеть. Пострадавшая сама наведалась в гости в УК «Центр плюс». Ну когда комиссия придет? Как соберем комиссию, так и придем. Вот вчера они пришли, сегодня звоню перед вами. Позвонила. Как вы быстро и хотите. Три дня должно заявление пробыть. Вам же звонили. Целый день. Ведь можно было приехать, сказать, наконец, снять эти таблички. Высокое напряжение. Опасно для жизни. Таблички снимает другая бригада. Наша съемочная группа, в свою очередь, повторила попытку жильцов, обратившись в компанию вновь. Сотрудники центра пояснили. Заявление жильцов, которое они написали два дня назад, было рассмотрено. Инженеры и техники оценили ситуацию. Если в этом доме выход найти удалось, то в другом, который располагается по улице Огурина, 16, ситуация тупиковая. И здесь проливной дождь успел наследить. Всего за пару часов залил квартиры. Владельцы сырых квартир рассказывают про течку кровли в их доме, распространенные явления. В этом наша съемочная группа убедилась при входе. В подъезде картина Репина приплыли. Капая с пятого до первого этажа, вода залила лестничные клетки, ручьями стекла по стенам. В результате такого душа намок электрощит, чудом удалось избежать пожара. Начался дождь, и у нас как бы всегда здесь лужа, и вышли убрать. И первый раз начали убирать бахнуло, а второй раз взорвалось, и начало дымиться все. Коммунальщики, прибывшие на место, обесточили весь дом и сообщили, света не будет, пока проводка не обсохнет. А между тем и без света видно, какой урон имуществу был нанесен. Год назад семья Ивановых сделала в спальне евроремонт. Недавние осадки преобразили комнату со всех сторон. Ремонт мы в прошлом году делали. Нам оттягивали этот момент, жилстрой сердца, потому что говорили, не делать, и крыша течет, ну нам, че же нам сидеть. И вот это постоянно капает вот так. Но это сейчас сильно. Вот у нас уже здесь пятна, вот это все вспучится, весь гипсокартон, все вспучится. Вот все, и обои, все потечет. Я не знаю, спецсему мы не будем сейчас включать, просохнет, может, ничего будет. Следы от потопа имеются на кухне и в прихожей. Вода по электроприборам стекает, тазики, лохмотьями повисли обои. Похожая история в соседнем подъезде. Дмитрию Григорьеву, придя домой на обед, можно было не разуваться. Под ногами лужи, по всей квартире росписи дождя. Вон все, по домофону, вот розетка, вот включатель, все. Источником всех бед стала дырявая крыша, по периметру которой образовались трещины. По словам Александра Шумейко, проходить испытания природными явлениями этому дому не впервой. Возведенный в 92-м году и пробыв в эксплуатации около пяти лет, кровля перестала защищать проживающих здесь. Уже сколько лет я здесь живу, именно в этом подъезде, с 98-го года, и эта проблема, она в принципе не решалась никогда здесь. Просто с каждым годом, всегда полумеры какие-то делают, а толку никакого. Вот, каждый год. Вот соседи надо мной живут, в 37-й квартире, у них, они живут просто на тазиках. Как идет таяние снега, начинаются тазики у них. Это только благодаря им, что они такие самоотверженные люди и терпеливые, я еще не делал ремонт в квартире. Почему? Потому что, ну, у меня нет смысла, у меня не течет ничего пока. Потому что они успевают, как-то вот, ну, люди просто в скоростном режиме живут. Сегодня их дома нет, у меня пошла уже сырость. Жильцы подсчитали, цена вопроса в одном рулоне рубероида. В прошлом году хозяева квартир самостоятельно залатали кровлю. Все в этом надеются все-таки призвать к порядку УК Жилстройсервис. Ведь текущий ремонт кровли, то есть восстановление и поддержание верхней поверхности здания в состоянии, необходимом для нормальной эксплуатации, задача непосредственно управляющей компании. В свою очередь, зависимые от природных условий жильцы туда обращались неоднократно. Управляющая компания сказала, что это только электриков. На вопрос от того, что делать крышу и прочее, они ответили, что как бы платим исправно за техобслужение. Сказали, у вас свет, вода есть, отопление было зимой, от нас больше ничего не зависит. А все остальное – это капитальный ремонт. По словам жильцов, довела кровлю до капитального ремонта сама управляющая компания, которая своевременно не устраняла локальные дефекты. После приезда прокуратуры им дали два квартала на устранение всей течи. После приезда прокуратуры больше ничего не производилось. Заявления и жалоб писал в управляющую компанию, в администрацию. У меня целая папка этих отписок лежит и все. Ссылается на отсутствие средств и все остальное. А так конкретики никакой, отписки простые. Получить внятный ответ по судьбе этого дома не удалось и нашей съемочной группе. Все меры принимаются, чтобы дать свет. Сейчас я вот обхожу по подъезду весь дом и на крышу, и в подвалы сейчас все проверяю. Все смотрю лично там. Что дальше? Дальше будем решать. Я вам сейчас не могу ничего сказать, не могу объяснить. Извините, я сейчас очень занят. Я свое отработал, товарищ дорогой. А как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Возвращаясь к теме капитального ремонта, на который ссылается УК «Жилстройсервис», то согласно программе полная замена кровельного материала будет произведена не так быстро, как она сама того требует. Узнать, какие дома включены в очередь на капитальный ремонт, год и список запланированных мероприятий теперь можно по конкретному адресу. Реформа ЖКХ, например. В поисковой строке мы вводим адрес Астраханская область, Актубинск и дом. Нас интересует Агуринск, 16. И что мы видим? Результаты поиска есть. Год ввода в эксплуатации 1992. Правильно. В наш дом. Запланированных работ 11 до 2031 года. В год ближайшей работы 2016. К сожалению, никаких работ на данный момент не ведется. Если жильцы не хотят жить несколько лет в ожидании чуда, они могут уйти от так называемого общего котла регионального счета и перейти на специальный. Правда, делать этого владельцы квартир 16-го дома пока не хотят. Михаил Доманин убежден, чтобы не доводить дом до капитального ремонта, управляющая компания должна следить за состоянием дома и своевременно устранять дефекты. Если собирать отдельно жильцами на капремонтном доме свой счет, то это нужно нам сумму собрать, но лет на раз за 10, не меньше. Поэтому лучше, когда нам все у оператора, и он видит, где более проблемно, а те проблемы решает. К примеру, где-то у нас предлагали в подвале делать ремонт. Но в подвале мы своими силами собрались деньги и полностью все коммуникации в подвале мы заменили. Поэтому у нас сейчас главное кровля. Определиться, какой из способов формирования фонда капитального ремонта лучше, могут только сами собственники. Есть три способа накопления денег на капремонт дома. Первый. Перечислять взносы на счет областного фонда содействия капремонтам. Его называют региональным оператором. В общем, областной котел. С общего счета, деньги, накопленные всеми домами, оператор тратит на капитальный ремонт этих домов. Согласно очередности, чем более старый запущен дом, тем раньше будет отремонтирован. В этом году в план капитального ремонта попал дом по улице Черноиваново-9, основанный в 60-м году. Капитальный ремонт – это ремонт основных инженерных сетей и строительных конструкций здания в полном объеме. То есть, если текущий ремонт подразумевает лотание дыр, частичный ремонт, отмостки, допустим, метр-два, то капитальный ремонт – это когда удаляется полностью и восстанавливается в первоначальном виде. Сегодня в этом многоквартирном жилом доме планируется замена электропроводки. Правда, пока никаких работ не видно, процесс тормозит документация, рассказывает Людмила Жукова, старшая дома. Женщина, с сожалению, вспоминает, несколько лет назад следили за состоянием дома сами жильцы. И этот презентабельный дом – дело их четырехлетнего самостоятельного управления. Людмила Жукова за непосредственную систему, при которой владельцы сами решают вопросы по содержанию и ремонту общедомового имущества. В ноябре 2011 взяли и в сентябре прошлого года закончили, ну, четыре года. За те четыре года, которые нам дали поработать самим, значит, мы провели его в порядок. Вот это вот все, это вот все наше. Неравнодушные к состоянию своего жилища, хозяева починили водопровод, поменяли подъездные окна, козырьки, отремонтировали тамбуры, тротуарные дорожки, ведущие к подъездам, переделали крышу, установили на ней водостойки, вырубили сухостой и разбили клумбы. Итак, второй способ – это непосредственный метод управления МКД. В 2015 году в жилищном кодексе произошли поправки, согласно одной из которых данный способ можно применить в доме, имеющем не более 30 квартир. В здании по улице Черноиваново 9, их 36. Поправка не дала жильцам продолжать свою работу. Правда, деньги, по словам экс-управляющей, с хороших времен все еще остались. Как только заменят проводку, за счет этих средств обновятся стены подъездов. Открывать спецсчет собственники квартир здесь не планируют. Говорят, что жизни не хватит, чтобы собрать всю сумму на необходимый комплекс работы. Вот, допустим, берем любой пятиэтажный дом, площадью квартир которых где-то 70 квартир, по 4 рубля, эти собственники за год нас собирают на капитальный ремонт 160-150 тысяч рублей. Это при 100% собираемости. Отремонтировать любой вид, ну как бы любые инженерные сети стоят гораздо больше. То есть, если ремонт отмостки вдоль фасада, она будет укладываться в 250-300 тысяч рублей. Так вот, чтобы выполнить весь капитальный ремонт, им нужно будет малыми частями его делать. И новое мнение старшие домов по улице Жуковского, 26 и 28. Александр Романенко считает, что открытие индивидуального счета позволит произвести ремонт дома там, где это необходимо самим жильцам, а не оценочной комиссии. Логически вытекает, что сами жильцы должны определить для себя, что когда и что делать, и в каком объеме. Так вот, пока одни пытаются решить проблемы руками управляющей компании или все-таки дождаться текущего капремонта, другие берут бразды правления в свои руки и самостоятельно решают, какие виды работ в их доме необходимо сделать в первую очередь. Мы считаем, что это будет лучше для нашего дома, так как мы, как говорится, уже считая свои деньги, можем сделать что-то для своего дома. У нас уже, конечно, был опыт такой, когда собирали деньги на капитальный ремонт, вы это помните, да? Люди сдавали по 5% и наш дом вошел тоже в тот же капитальный ремонт, но дело в том, что люди остались очень многие обиженными тем, что деньги сдали, а ведь ремонт не был произведен. В нашем, например, доме было всего произведено ремонт в двух подъездах. Нам поменяли трубы на горячую и холодную воду. На этом было все. Остальные два подъезда остались не отремонтированные. На канализационные трубы нам пришлось потом опять самим собирать деньги и делать все за свой счет. Поэтому люди обижены насчет этого, что деньги были внесены и ничего не было сделано. И мы решили, конечно, что будет лучше, если мы деньгами будем распоряжаться сами. К третьему способу управления многоквартирным домом относятся перечисления взносов на специальный персональный счет дома. Открыть такой счет в банке может либо ТСЖ, либо, если в доме УК или непосредственное управление, это сделает региональный оператор. Специальный счет позволяет аккумулировать денежные средства исключительно для проведения капитального ремонта вашего многоквартирного дома. В списке желающих самостоятельно управлять своими средствами жильцы по улице Жуковского, 28. У нас в Горнице заключены договора управления с 36 домами. Спецсчета, открытые в фонде регионального оператора, имеют с 2014 года 5 домов. И 16 домов в этом году открывают счета в городе Ахтубинске. Спецсчета, владельцем которых будет управляющая компания Горница. А 11 спецсчетов уже открыты, а остальные они в стадии оформления. Собственники квартир 28 дома по улице Жуковского пока еще на стадии открытия спецсчета. Сомнений в правильности выбора у старшей дома не возникает. В данный момент нам надо менять канализацию, прям срочно. И у нас никуда не годится от моста к дому. Это, конечно, деньги большие на это уйдут, но ничего. Когда собственники на общих собраниях сами принимают решение об открытии спецсчета, они оформляют протокол общего собрания, предоставляют его в управляющую компанию, на котором управляющая компания ставит свою визу, что она ознакомлена и она согласна быть владельцем специального счета. И потом данный протокол предоставляется в фонд регионального оператора. Через полгода взаимоотношения между собственниками жилья и региональными операторами расторгаются. С этого момента управляющая компания открывает личный счет дома, на который в последующем и будут поступать средства от владельцев квартир. Управляющая компания отношение к этому счету имеет косвенное. Получается, что обязанность управляющей компании лишь производить начисления, печатать квитанции, доставлять эти квитанции до абонентов и ежемесячно предоставлять отчет в фонд о поступивших денежных средствах. В дальнейшем, когда управляющая компания будет дольше работать с этими счетами, на нее возложится обязанность проводить исковую работу, то есть взыскивать с неплательщиком. Все. А о том, как и куда будут расходоваться эти средства с этих счетов, решение принимается, опять же, собственниками. Чтобы немного ускорить процесс сбора необходимой суммы, жильцы дома слегка повытили тариф на капитальный ремонт. Установили 4 рубля 10 копеек, чтобы немножко уйти от этого перечня работы услуг, который утвержден региональным оператором. Ну и это, хотя бы, немножко больше, все-таки для выполнения, все-таки больше скапливается денег. Плюс ко всему, при переходе со счета регионального оператора на спецсчет, накопленные собственниками денежные средства будут переведены на открытый спецсчет. Есть обязанность, что когда собственники открыли свой спецсчет в городе Ахтубинске и владелец его стал управляющей компанией или ТСЖ, фонд обязан в течение пяти дней перевести все оплаченные с 2014 года средства на этот счет. Мы открыли 24 марта, до сих пор не можем. А вопрос простой. Не отлажим механизм передачи. Звонишь туда региональному оператору, как? Ну это вам надо, вы и занимайтесь этим. Это ж вам надо. Вы в этом заинтересованы. Изрядно побегов жильцы соседнего дома, расположенного по улице Жаковского, 26, получили сумму равной 28 тысячам. Немаловажен тот факт, что в момент прихода от общего котла на индивидуальный счет не избавляет должников от своих обязательств. Привожу пример. Дом Жуковского, 28. С мая месяца у него открыт спецсчет. Обязанность по уплате на этот счет у него будет лежать с мая именно в городе Ахтубинске. Но тот долг, который жители накопили с ноября 2014, они обязаны будут погасить, потому что эта задолженность будет числиться за ними в фонде регионального оператора. Многие даже заняли выжидательную позицию, что они хотят оплатить этот долг в городе Ахтубинске на счет, который они открыли в местном отделении Сбербанка, Минбанка или Россельхозбанка. Проконтролировать или запретить собственнику это сделать мы не сможем. Какой из вышеизложенных способов управления МКД необходим тому или иному дому, решать только его жильцам. За исключением, если собственники квартир в течение года так и не определились с формой правления. В этом случае органы местного самоуправления имеют право самостоятельно выбрать управляющую компанию. Это обусловлено тем, что муниципальные власти несут ответственность за безопасность проживания в многоквартирных домах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok